И снова здравствуйте, это Укрлайф Людмила Немирия, и мы продолжаем наши эфиры, и мы очень рады, что сегодня с нами на связи Михаил Самусь, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он директор NewG Political Research. Михаил, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, рад участвовать уже на новом канале, в новом качестве. Спасибо огромное, спасибо. Поздравляю вас с новым каналом. Спасибо большое, спасибо, Михаил. Михаил, знаете, вот у нас же традиция на Укрлайфе, помните, всегда была, не можем же мы от нее отказаться, несмотря на все войны и на все то, что себе там придумал Путин. Как правило, в декабре мы говорим о том, каким будет следующий год. Я понимаю, что для военного эксперта это сложно, и может быть очень сложно, но тем не менее, как вам кажется, каким может быть для войны России против Украины следующий год? И если можно, вот это ваша импровизация, это о стратегии, это о возможных сценариях, это о возможных ресурсах, это о возможностях, это об ожиданиях, надеждах. Вот просто импровизация ваша на этот эфир. На самом деле не очень сложно, как бы это парадоксально ни казалось, но совокупность всех факторов говорит о том, что год будет действительно критически важный. Конечно же, можем сказать, что каждый день у нас критически важный, и так как мы все-таки бежим марафонскую дистанцию, в марафоне каждый шаг очень важен, потому что на каждом шагу можно оступиться, можно допустить ошибку, могут быть проблемы различные, и это просто прекратит твое соревнование. И поэтому действительно нам нужно быть готовыми к очень тяжелому году, это прежде всего. Потому что совокупность факторов, о каких факторах я говорю, это все-таки турбулентность геополитическая. Меняется действительно геополитическая карта мира. От того, какая она будет, она абсолютно не определена. Какая она будет, это будет зависеть в том числе и от нас. Это будет зависеть от того, как будут себя позиционировать, например, европейцы. Они готовы к конкуренции глобальной, или они позволят быть просто объектом этих процессов. Это зависит от Соединенных Штатов, от американцев. Они все-таки готовы, скажем так, я не скажу слово, вернуть мировое лидерство, но остаться среди мировых лидеров. Или они все-таки позволят себе уйти вовнутрь, скажем так, изолироваться от этих проблем, заняться какой-то внутренней перестройкой, не знаю, заняться миграцией и так далее. О том, о чем говорит Трамп или про трамповские политические круги. Или все-таки Соединенные Штаты сделают свой выбор и продолжат считать лидерскую политику, такую политику ответственную за все-таки судьбы этой планеты. И для нас, как бы это ни парадоксально звучало, тоже очень важно включиться в эти процессы. Мы вообще-то, мы сейчас их определяем, эти процессы, но опять же включиться в полный рост, скажем так, в процессы определения будущего нашей цивилизации. Мы действительно сейчас очень активно в этом участвуем. И, прежде всего, конечно же, на поле боя. Поэтому вот эти факторы, они уже сами по себе формируют очень тяжелый год. Факторы того, что все-таки идут выборы президента Соединенных Штатов, которые, возможно, и сделают выбор, куда пойдут Соединенные Штаты, а с ними и, в том числе и Западный мир, или Западный мир признает то, что, или, скажем так, не признает, но сделает неправильные выводы из сегодняшней ситуации, примет неправильное решение, например, не поддержат Украину дальше, да, вот есть же такой вариант, вот сейчас не поддержат Украину, да, и что будет? А будет то, что действительно Западный мир станет объектом тех влияний, которые сейчас осуществляют другие действующие лица, которые хотят как раз получить мировое лидерство. Это Китай. Россия хотелось бы ей, но, конечно же, она не претендует. Есть глобальный юг, есть другие силы, которые хотели бы уничтожить окончательно мировой порядок, который установился после Второй мировой войны, после распада Советского Союза и окончания Холодной войны. То есть им этот устаревший мировой порядок не нравится, они хотели бы руководить этим новым мировым порядком, на новых принципах. Там ценность человеческой жизни совершенно другая, там права человека не считаются ценностью. Это очень сложно понять для нас. Я надеюсь, что европейцы это понимают, для которых, в принципе, для Европы права человека, ценность человека, она является абсолютной. А сейчас, именно в следующем году, будет решаться этот вопрос. Так мы готовы бороться за это, как мы это делали тысячи лет? Или мы сейчас готовы отдаться на милость тех сил, которые хотели бы превратить нашу планету немножко в другую экосистему, скажем так, существования человека или человечества? Это общий фон. Общий фон очень тяжелый. И поэтому на поле боя действительно будет решаться, в том числе в значительной мере, что будет происходить с человечеством, куда пойдет мировая система. И поэтому я, например, делаю вывод, почему легко прогнозировать. На самом-то деле на поле боя будет решаться один большой вопрос. То есть, или Россия переломит ситуацию, или мы переломим ситуацию. То есть, на самом деле, когда многие сейчас говорят, вот видите, Украине не удалось, Украина провалила наступление, мы проиграли и так далее. Нет, ребята, давайте вернемся в исходную. А исходная это 24 февраля 2022 года. Так вот, исходная точка показывает, что на самом деле Россия проиграла. Естественно, она проиграла 24 февраля, когда она сделала неправильный ход, неправильный расчет, и мы это знаем. То есть, 22-й год была катастрофа для России, был катастрофическим для России. 23-й год Украина запланировала переломить ситуацию, достичь быстрой победы, такой же, как во время Харьковской и Херсонской операции. Не получилось, потому что были доктринальные проблемы, например, не было превосходства в воздухе, не было многих аспектов, которые бы позволили нам быстро провести ту операцию, которую мы планировали на юге. Но очень важный аспект, который часто забывают, в том числе и западные журналисты, которые пишут там «Ашетон пост», вот большая статья вышла. Она хорошая, она, не знаю, насколько там правда, но она хорошая в том плане, что, ну, например, она развенчивает миф о конфликте между Зеленским и Залужным. Потому что в этой статье я не нашел ни одного слова о том, что где-то Зеленский мешал, например, Залужному принимать решение. Да, были западные генералы, которые предлагали свои варианты, генерал Залужный, например, делал так, как ему виднее, иногда он делал, как виднее западным генералам. Но, во всяком случае, миф о том, что Зеленский постоянно сидит, или Ермак, например, сидит и управляет Залужным, в этой статье почему-то не отображен. Если бы такой конфликт существовал, наверное, бы журналисты написали, потому что, как они говорили, они длительное время разговаривали с большим количеством людей. И в этой статье есть один, как мне кажется, пункт, который журналисты немного не понимают. То есть, они пишут о том, что во время украинского наступления или контрнаступления были утрачены десятки миллиардов долларов. То есть, раз наступление не получилось, значит, там так написано. Значит, десятки миллиардов долларов помощи не пропали. Имеется в виду, что, наверное, вот сейчас у нас должно быть ноль леопардов, ноль Брэдли, ноль страйкеров и всего остального. На самом-то деле не так. В самой статье написано, что на четвертый день, когда Залужный понял, что прорыва не получилось, он прекратил наступление механизированными колоннами. И пошла тактика малых групп пехотных с проникновением через вот эти вот минные поля и так далее. То есть, западная техника сохранена более чем на 90%. То есть, по всем расчетам, не больше 10% утрачено на поле боя тех же Леопардов или Брэдли, которые первые дни на этих минных полях подрывались. То есть, 10%. То есть, фактически бронированный кулак, о котором писал еще Залужный год назад, в ноябре 22-го года, когда он, помните, говорил, мне нужно для победы, для прорыва столько-то танков, столько бронемашин. То есть, вот этот кулак остался. Плюс мы получаем на 16-е, и у нас еще есть как минимум один шанс, 24-й год, это шанс для того, чтобы провести еще операции, для того, чтобы попробовать категорически изменить ситуацию на поле боя. То есть, если мы сравним ситуацию на поле боя в конце 22-го года и сейчас, она, казалось бы, не очень отличается. Но на самом деле, тогда, если мы вспомним, Россия очень пыталась зимой, когда бросала вагнеровцев на Бахмут, она пыталась как раз прорвать Донецкий фронт, Донбасский фронт, скажем так, более правильно. То есть, там, то есть, мы уже забыли, наверное, об этом. Нет, помним, помним. Очень тяжелая ситуация была, но многие люди забывают, что вот Украина профукала свой шанс. На самом деле, Россия профукала свой шанс и потратила там не 10% своей бронетехники, а намного больше. То есть, там, фактически, там погиб Вагнер, как явление. Да, то есть, сейчас есть какие-то ошметки, там, шторм В, какие-то остатки под Шойгу и так далее. Но, на самом деле, явление Вагнера было уничтожено как раз зимой 22-го, 23-го года, вот, переход. И в результате ситуация на поле боя поменялась. То есть, именно тогда были созданы условия, когда Украина наступала целый год. Фактически, с весны, вот, и заканчивая зимой этого года, конец уже 23-го года, Украина создала условия для наступления. Теперь у нас другие условия. У нас будет, все-таки, я надеюсь, превосходство в воздухе. Или хотя бы, возможность нейтрализовать русскую авиацию, хотя бы, чтобы она не применяла КАБы, которые в месяц 1200 КАБов на нас летит. И это очень много, это большая проблема. Мы их не можем никаким образом остановить, кроме как самолетами. Многофункциональными, как говорят, multi-role файтеры современные F-16. Вот они остановят этот КАБ-пад, скажем так, и это изменит ситуацию на поле боя. То есть, еще один аспект, которым, кстати, не написано в большой статье Вашингтпост. Вот, немногие, кстати, сфили эти даты. Помните, Каховскую ГЭС подорвали? Еще больше. Подорвали 6-го числа, 6-го июня. А в статье Вашингтпост подтверждено уже теперь, что 7-го числа украинское наступление началось. 7-го. И это написано в статье Вашингтпост. А когда подорвали Каховскую ГЭС, можно посмотреть, очень легко проверить в интернете. Так вот, теперь уже никто не сможет сказать, что это украинцы подорвали Каховскую ГЭС, потому что это явно остановило наше наступление на левобережье Херсонской области. Дополнительное доказательство, что сейчас Украина проводит наступательные операции. То есть, когда там подсохло, Украина начала проводить операции. А вот на тот момент, на 7-е число, очевидно, русские знали, когда будет наступление. И очевидно, русские знали, что на левобережье Херсонской области готовится высадка десанта. Это была бы проблема для них, потому что у них оборонительных линий на левобережье Херсонской области не было. Таких, как на Запорожской области. Поэтому они подорвали Каховскую ГЭС и, в принципе, сорвали вот то наступление в Херсонской области. Поэтому много факторов, но если прогнозировать, то Россия будет, что будет хотеть Россия в 2024 году? Это по-прежнему та же самая задача, скажем так, с февраля 2022 года. Прорвать Донбасский фронт, оккупировать полностью Донецкую область и, если получится, прорваться все-таки к Днепру. То есть это захватить, собственно, город Запорожье, выйти к Днепру и попытаться создать условия для того, чтобы уже потом перейти Днепр, возможно, на некоторых участках, и все-таки повторить Николаев, Одесса, Криворог и так далее. То есть это задача у них на 2024 год. И, естественно, у них задача не допустить прорыва украинского фронта на юге. Потому что, как говорят в военной стратегии, центр of gravity, то есть центр гравитации вот этой войны, он все-таки находится в Крыму. Как бы ни говорили там о важности других регионов, но если Украина деоккупирует Крым, это геополитически, геостратегически, военно-стратегически меняет абсолютно картину на поле боя. Абсолютно меняет театр военных действий. Так вот, прорыв украинской армии, фронта на Херсонской области и выход к линии фронта в Крыму, то есть подход к Крыму фактически, он меняет все и фактически создает условия, когда переговоры с Россией уже не имеют смысла. Ни Трампу, ни китайцам, никому. То есть это будет означать, что Украина все равно победит, Украина все равно переломает ситуацию. Не важно через сколько лет, не важно когда будет освобожден Донбасс. Потому что Донбасс это тяжелая история на самом деле. Туда если Россия будет кидать мясо, там граница общая с Донбассом. Поэтому туда в принципе какой-то район они могут держать долго. То есть это зависит в принципе от наших возможностей. Если нам разрешат и в 16-е применять по российской территории, например, то это будет один разговор. И если у нас появятся, например, дальнобойные украинские ракеты, которые смогут нормально уничтожать инфраструктуру военной уже не на Донбассе, а немножко километров на 300-400-500 внутрь России, вот это будет другой разговор уже. И тогда мы сможем говорить, что Донбасс мы освободим в какой-то перспективе уже понятной. То есть для Украины, у России вот такие задачи. У Украины, естественно, другие задачи. Это не допустить прорыва фронта на Донбассе. Опять же возвращаемся к тому, что часто критикуют украинские генералы о том, что они, во-первых, уперлись в Бахмуте, не дают России идти дальше, и уперлись в Авдеевке. Можно тогда еще четче сформулировать то, о чем Запад все время забрасывает украинскому командованию. Почему, если Крым так важен и направление это так важно, почему не бросили все силы вот в одно место, не прорвали там, а вот рассосредоточились по всему фронту? Ну вот это то, что... Для того, чтобы делать правильные оценки, нужна разведка. Разведка это не просто посмотреть и сказать, это проанализировать ситуацию. Так вот, если мы проанализируем ту группировку российских войск, которая находится, например, в районе Купянска, там сейчас, ну скажем так, 100 тысяч нет, но близко. Вот именно только на этом участке. Потом посмотрим, сколько сосредоточено на Бахмутском направлении, на Авдеевском, на Угледарском. И давайте себе представим, что мы сейчас берем, снимаем все силы, все резервы и перебрасываем их, ну, например, в Хевсонскую область. Да, вот так вот массово форсируем, как-то пробиваем. С трудом, конечно, потому что у нас по-прежнему нет преимущества в воздухе, и поэтому КАБы будут лететь на войска, будут огромнейшие потери с украинской стороны, потому что любая десантная операция, это очень... Форсирование Днепра, тем более, но это очень сложная операция, особенно массированная. То есть потери могут быть такие, которые ударят и по нашей морали, и по готовности продолжать, и вообще поставят вопрос об адекватности украинских генералов. А в это время, я только что сказал, в чем тут состоит главная задача российских войск. В это время они прорывают фронт на Купянском и Лиманском направлении, идет опять движение к Харькову, захватывается Крама-Славянск, естественно, там от Лимана, естественно, лиманское направление прорывается. Бахмут идет на Константиновку, ну и Угледар, выход на Запорожье и так далее. То есть прорыв будет то, о чем я только что сказал. Именно Россия этого и хочет, чтобы мы куда-то убрали свои войска. Но у них это не получается. То есть они постоянно пытались играться с этими резервами, сохраняя свой главный кулак на Купянском направлении. Потому что не зря же они там эту группировку держат. Если бы, конечно же, они сейчас все войска перевели на Херсонскую область, мы бы сказали, видите, русские тоже считают, что центров Гравити, Крым, вот они сейчас там всю группировку вкопались и стоят. И тогда нам действительно совершенно другая бы оценка ситуации была. Сейчас проблема для русских состоит в том, что у них нет достаточных резервов, чтобы посадить, например, 200 тысяч в Херсонской области, 200 тысяч в Запорожской, 200 тысяч направить на Бахмут, 200 тысяч на Купянск, 200 тысяч закинуть где-то на Волынское направление, 200 тысяч на Киевское. И вот начать эту операцию. Операцию, которую они, наверное, должны были бы все-таки планировать вот такими силами 24 февраля 2022 года, а не 100 тысяч пытаться украинскую армию победить. Но вот на данный момент ситуация состоит таким образом, что я, например, считаю, что то, что украинские силы не дают русским пройти Донбасс и захватить, и выйти на новые рубежи. Потому что, когда будет пройден Донбасс, Россия не остановится, естественно. Потому что прорыв на Донбасс будет означать огромные потери среди украинских войск, даже если Украина отойдет просто куда-то. То есть нам нужно будет готовить фортификационные линии где-то в глубине Украины. А опять же без нейтрализации и превосходства в воздухе это будет просто означать, что мы позволим российской авиации зайти в глубь Украины. А это будет совершенно другая ситуация. Уже КАБы полетят на другие города. Если кто советует, просто подумайте, когда КАБы полетят в некоторые города миллионники. Потому что русские запускают их с 50 километров. Приближение 50 километров к какому-то из городов это позволит работать КАБами. То есть я считаю, что пока в 23-й год украинская армия, да, у нее было неудачное наступление, но и у русских не получилось ничего в наступлении. А давайте вспомним, что это Россия начала войну. Это Россия хочет Украину уничтожить, а не Украина, Россию. Еще Украина никаких намерений по поводу России не имела никогда. За свою историю у нас так сложилось, что мы больше хотим вступить в Европейский Союз и жить как нормальная европейская страна, а не пытаться там Курскую область захватить. Хотя дождутся, наверное, уже теперь. Но это уже совсем другая история. То есть на 24-й год у нас, например, сейчас задача не допустить, опять же, прорыва на Донбассе. То есть, опять же, эти все Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка и Углидар и другие, Маринка, конечно. Это все направления, которые Россия продолжает давить, неся огромные потери. Мы это знаем, это видим по... По не только сводкам Генштаба есть очень много видео, есть асинтеры, западные асинтеры, которые считают технику. На Авдеевке вот последние данные, приблизительно где-то 300 с чем-то единиц бронетехники, на 30 с чем-то. Вот такое соотношение потерь с октября месяца. То, что посчитали визуально, видео, фото, доказательства западной асинтеры. Это не украинская сторона. Украинской стороны другие данные, намного больше потерь русских, там, личного состава потери тысячи и так далее. Но есть, конечно же, политический фактор. Первоначально, когда они в начале октября пытались штурмануть, вот так прорвать нахрапом украинскую оборону на Авдеевском направлении, они, конечно же, хотели где-то вот, чтобы к Новому году уже был прорыв далеко дальше, чем. То есть, я так понимаю, что замысел бы какой. Идет прорыв на Авдеевском направлении, естественно, украинские войска начинают перебрасывать резервы. С юга, с Купянского направления. Здесь идет прорыв на Купянском направлении, на Лиманском. Идет прорыв на Краматорск-Славянск. Здесь уже начинают украинские войска отступать. Идет удар на Угледарском направлении. Ну и вот, опять, смотри выше то, что я говорил, что, в принципе, задача по оккупации Донбасса, наверное, планировалась где-то к выборам всего Донбасса. Но в связи с тем, что украинские войска продолжают, несмотря на увещевание, что давайте оставим эту Авдеевку, давайте оставим этот Бахмут, уйдем оттуда, продолжают там стоять. В результате к выборам у Путина ничего не будет. Ну не знаю, что там, ну максимум. Да, они могут стереть с лица земли Авдеевку, как с Бахмутом, и сказать, что мы захватили вот Авдеевку. Но это будет не захват Авдеевки, это будет просто, я не знаю, с военной точки зрения абсолютно бессмысленная операция. То есть, когда ты уничтожаешь тысячи своих войск, сотни своей бронетехники, и просто уничтожаешь городок какой-то. Ну это не военное действие, это какой-то идиотизм, честно говоря. Но вот Россия может это максимум сделать, к выборам совершить вот этот очередной идиотизм, как с Бахмутом сделали, то же самое они могут сделать с Авдеевкой. Но это будет не военный успех. Это просто можно будет представить как политический какой-то там информационный успех. Но это явно не военный успех. То есть после этого у них не откроются какие-то новые, скажем так, направления, оперативный простор для того, чтобы ринуться вперед и выполнить эту задачу под выборой, захватить весь Донбасс. То есть это уже недостижимо. Они сейчас тратят, смотрите, что получается, из чего я делаю вывод по прогнозам в 2024 год. Они сейчас вкладывают все ресурсы для того, чтобы до выборов, то есть до марта, любыми способами, любыми силами захватить Донбасс. Ну во всяком случае сейчас уже, конечно же, о Донбассе они, наверное, не мечтают, но примерно то же самое, что планировал покойный Пригожин. Он же тоже в прошлом году, ровно точно так же. Сейчас прорываем Бахмут, выходим на Константиновку, а там уже чуть-чуть и, в принципе, Краматор-Славянска, дальше там все это валится и все у нас будет хорошо. То же самое они хотели это сделать, сейчас у них это не получается, но они будут бросать. Что получится в апреле примерно? То, что у них не будет достаточно сил, чтобы дальше продолжать это наступление. То есть получится тот же самый вариант, как и в прошлом году. И примерно с апреля, мая Украина уже будет вести наступательные действия. Я не хочу сказать, что всю эту зимнюю период Украина не будет проводить наступательные операции, например, на Запорожском, Токмакском направлении или на Любережье Херстонской области, но здесь тяжело говорить о реальных результатах. Потому что все-таки по мере появления F-16, там динамика как раз на этих направлениях может поменяться. А вот как раз к апрелю, когда у нас точно уже будет, я скажу, хотя бы одна эскадрилья F-16, вот тогда ситуация будет следующая. Русские физически не смогут, они не провели мобилизацию. Они мобилизацию объявят как раз где-то в апреле для того, чтобы опять к следующей зимней кампании накопить сил. А вот летняя кампания будет за Украину. И здесь вопрос, опять же, зависит от того, какие операции мы спланируем наступательные, как они будут реализованы, как будет применяться авиация, дальнобойные ракеты, те дроны, которые уже теперь государство обещает настроить, не только волонтерские инициативы. Посмотрим, как это будет реализовано, как министр Техпром включится в эту работу, как коррупцию убрали в госпедсвязи, которые, оказывается, взятки брали за то, чтобы допускать беспилотники к службе и так далее. То есть посмотрим, как это будет реализовано. То есть вот такой расклад сил, расклад, скажем так, последовательности действий. Опять же, это я рассказываю даже позитивный сценарий, потому что мы находимся вот сейчас в дни, когда решается очень много вопросов. Например, голосование Конгресса, да, будет помощь Украине, не будет. Если помощи не будет, тогда, к сожалению, Россия, возможно, Россия рассчитывает именно на то, что не будет помощи. Да, они объявят в апреле мобилизацию, но и у Украины не будет сил, чтобы действительно провести какие-то мощные операции. Будут попытки, возможно, но без помощи американской, если у нас, например, боеприпасов не будет, то каких наступательных действий? Мы тогда действительно переходим в стратегическую оборону. Мы сможем тогда заливать бетоном максимально, именировать максимально все направления, потому что мы входим в ситуацию, когда мы действительно не можем продолжать дальше наступательные действия. Если у нас не будет помощи военной Соединенных Штатов, даже если немцы, европейцы будут нам помогать, у нас все равно не будет базовых вещей даже. Я уже не говорю там о каких-то супертехнологических системах. Поэтому то, что я говорил, это позитивный сценарий. Представим, что у нас нет американской помощи, представим, что Венгрии удалось заблокировать еще европейскую помощь. Тогда действительно мы должны быть готовы к негативному сценарию, когда мы действительно должны перейти в стратегическую глухую оборону и пытаться сохранить каким-то образом ситуацию стабильной, чтобы фронт хотя бы зафиксировать на тех условиях, которые у нас сейчас есть, и попытаться это сохранить какое-то время. Возможно, что все-таки через полгода Конгресс проголосует. Потому что ведь это голосование, оно ведь не про Украину, оно ведь опять же о лидерстве Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты сейчас закроются в своей коробочке, ради бога, но вы тогда планируете, что китайцы будут управлять миром с русскими, с глобальным югом. У нас будет другая совершенно система ценностей. И тогда нужно говорить, что западная цивилизация уходит в себя. Там, где им удается сохранить какие-то островки демократии, а мир будет развиваться совершенно по другому направлению. И Украина здесь не в худшей ситуации еще на самом деле будет, если так посмотреть. Есть места в мире на нашей планете похуже. Поэтому это вот то, что мы сейчас видим. Это на самом деле возможно изменения позитивные в польском парламенте. Наконец-то приход ТУСК, решение, возможно, блокадного вопроса. Потому что если блокада, например, продлится еще месяц-два, то ситуация будет еще хуже. Потому что даже если американцы подпишут помощь, у нас логистика просто не сможет идти эффективно и создавать условия для того, чтобы в следующем году проводить наступательные операции, чтобы достаточно было боеприпасов. Поэтому вот такой прогноз, он в принципе реалистичный. То есть я не скажу, что он позитивный. В отличие от прошлого года, когда мы говорили, да, сейчас создались условия. Тогда мы исходили из таких, кстати, у нас же были такие вот параметры. Запад вводит санкции, и они будут работать. Но на самом-то деле они не сработали. Россия заработала с 24 февраля 2022 года 550 миллиардов долларов. Ну, о чем мы можем говорить? Давайте все-таки добьемся, что в 24 году эти санкции начнут работать хотя бы процентов, давайте на 30, чтобы не 550 миллиардов, хотя бы 500 заработала Россия. Ну, не знаю. Хотя бы хоть так вот сделаем. Чтобы они не могли закупать микрочипы, компоненты. Это тоже можно сделать на самом деле. Все эти пути, возможности обхода, они известны. Только нужно немножко напрячься. Напрячься, немножко, возможно, иногда ущерб себе. Но что мне нравится вот на данный момент, что очень поменялись немцы, очень поменялась позиция Германии. Причем не только политических сил, а именно общество. Немцев как сути Германии, они поняли, что они совершили ошибку. Я думаю, что даже социал-демократы, кстати, признали, что их политика в отношении России была ошибочна. Они еще до конца не сказали, что они признают там провал, например, Бухарестского саммита до конца. Еще не признали, но это их была ошибка, большой ошибочный шаг. И немцы очень сильно меняются. Это означает, что Европа будет меняться, потому что немцы могут задавать лидерский тон. Поляки, к сожалению, лидерами стали. Вот они спустились до такого уровня, скажем так, не очень хорошего. И лидеры не могут быть в образе, когда блокируют 10 дальнобойщиков, псевдодальнобойщиков блокируют границу во время войны. Но это немножко не лидерские поступки, скажем так, безответственные, которые играют совершенно против Польши и ее веса. Поэтому Польша не может сейчас быть лидером Европы совершенно. Возможно, Туск удастся немножко восстановить эту ситуацию. Поэтому прогноз вот такой, но я не скажу, что он плохой. Просто нам нужно быть готовыми к тяжелому году, напрячься, сконцентрироваться. И у нас все будет хорошо, на самом деле, если мы сконцентрируемся. Потому что в прошлом году немножко мы, да, говорили, год победы, все уже как бы. Сейчас мы прорвемся, сейчас мы все сделаем. И немного, наверное, было ожидание вот этой быстрой победы, оно немного многих расслабило. Сейчас все должны напрячься и понять, что от этого года зависит, возможно, судьба всех нас, как мы будем жить не только в 25-м году, а вообще как мы будем развиваться в следующие 100 лет, 200 и так далее. Михаил, спасибо огромное. Спасибо, что нашли время быть сегодня с нами. Спасибо, очень рада вам. Спасибо за приглашение. Спасибо. Михаил Самусь был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь.